Вот за что люблю кино, за 3D-эффект, что можно посмотреть 3D-версию. Ну ты знаешь, на сегодняшний день этим уже не удивишь, потому что 3D-версия есть у спектаклей, причем можно видеть это воочию. Представляешь, например, известный всем мюзикл Пола Негре. Да, стартовал новый сезон, и наша коллега Юлия Верчук, конечно же, отправилась побеседовать с исполнительницей главной роли Ириной Медведевой. И сейчас они находятся на фоне не только, я так понимаю, виртуальных декораций, которые возникают при помощи... Но и с живыми актерами. Там есть, да, живые актеры, и даже живой реквизит или декорации, сложно сказать. В общем, пусть Юля сама расскажет. Юля, доброе утро, тебе слово. Лошади скачут, машины ездят, и все это происходит здесь, в закулисе мюзикла Пола Негре. Сейчас мы с исполнительницей главной роли Ириной Медведевой находимся возле одной из самых ярких декораций этого мюзикла, вот возле вот такого вот красного автомобиля. Ирина, расскажите, кто на нем ездит? Да, но это не такая декорация, это уже, я даже не знаю, ни реквизит, ни декорация. Это что-то, нечто, наш электромобиль, хотя выглядит он как автомобиль начала 20-го века. Он на ходу? Он на ходу еще каком. И производит впечатление невероятное. Первое впечатление у нас живые лошади производят, и зрители снимают 3D-очки, говорят, это живые или мне показалось? Да, у нас действительно живые лошади, каждый спектакль. И через 5 минут езжает на этом автомобиле Гоша, Куценко-исполнитель главной роли, или Максим Леонидов. И езжает режиссер и пытается покорить нашу главную героиню. Ну а вам-то дали хоть немного поуправлять этой машиной? Честно, нет, ни разу, вот, кстати, вы сказали, я бы с удовольствием. А может быть, вот во время репетиции хотя бы, но я бы, если честно, не удержалась, потому что автомобиль, на самом деле, очень интересный. Самое интересное, что он не издает звука, звук специально записан, и все это высокие технологии наших звукорежиссеров. Но есть еще одна хитрость, я вам расскажу по секрету, только зрителям не говорите. У нас этот автомобиль в первом акте красный, а во втором он белый. Он разбирается и потом превращается в автомобиль уже совершенно другой марки, другой модели, становится... Доброе утро, друзья! Сейчас мы находимся возле одной из самых главных декораций мюзикла Пола Негри. И вот сейчас Ирина нам расскажет все тайны этого самолета и, главное, что же он делает на сцене и за счет чего он летает. Да, это одна из кульминационных сцен нашего спектакля, когда два главных героя, Пола Негри и ее возлюбленная Эрнст Любич, взлетают над сценой. И вот если вы видите, у нас есть такие тросы. Этот самолет приехал к нам из Варшавы, его собирали в Варшаве. Это один в один копия модели 20-х годов. Он действительно летает? За счет чего это происходит? Это 3D-технология? Это волшебство? Или он действительно взлетает? На самом деле это волшебство, если честно. Потому что у нас есть 3D-картинка, которая показывает горы, море, каньон. И есть самолет, и он действительно делает разбег. Здесь есть специальные колеса, его катят, делают вид, что катят. И потом он начинает взлетать над сценой. И зритель не понимает. То есть это самолет, он сливается с одной картинкой и не понимает. То есть он вместе с нами летит. Самолет разворачивается, переворачивается. Видите, специальные трассы. Он разворачивается над зрителями. И мы там, конечно, живем. Ирина, кроме самолета, что-то еще летает? Да, но есть еще, знаете, одну особенность, хотела вам рассказать. Все думают, что когда мы взлетаем над сценой, то там можно уже выводить фонограмму. Мы там поем одну из главных арий, как светло, как весело парить крыло. И все думают, что там уже включается фонограмма. Но представьте себе, что... Это происходит в живую. Это, конечно, происходит. Здесь только живой звук. Только живой. И, кстати, все колонки, да, остаются внизу. И мы взлетаем над колонкой, мы себя не слышим. И ощущение, что мы летаем в облаках. Я слышала, что вы летаете подобно самолету, если честно. Подобно самолету? Да. Я тоже летаю. Не с головой, подобно самолету над зрителями. Не страшно? Нет, не сильно. Это драйвово. Если так, да. Может, нам все-таки кто-то еще не верит про способность самолета летать на сцене. Давайте, может, продемонстрируем, как это происходит. Да. Ну, можем поднять. Поднимите, пожалуйста. Да, пока он взлетает. Я вам скажу еще такую маленькую-маленькую хитрость и секрет нашу. Все это делает не техника. Это поднимают живые люди. Они не доверяют, что там два живых человека. Мало ли техника застрянет, еще чего-то. Это все делают живые люди. Представьте себе. И крутят нас. Смотрите, как он вращается. Это все в воздухе происходит. Еще и выше поднимается. Это все мы там сидим. И поем песню, и разговариваем. Представляете? Фантастика. Да, если бы у главных героев было что-то с вестибулярным аппаратом, было бы не очень. Мы тем временем наблюдаем за фантастически летающим самолетом и передаем слово ведущим.